Так вот, бывают проблемы обычно, когда приходят алкоголики, когда приходят наркоманы. Вот те слабые места, которые теоретически могут быть у вас самой или самого, вы их увидите в отражении другого человека. И вот этот другой человек будет вам приходить, допустим, выносить мозг. А так первое время вы по энергии ничего не чувствуете, не понимаете, мне сейчас проще. То есть если ко мне приходит человек, я с точки зрения энергии, ну, как вам сказать, за полсекунды пойму, кто это такой. Поэтому если я вижу, что это конкретный демон, я даже разговаривать не буду, не о чем. А начинающие преподаватели, они с любым дебилом будут разговаривать. То есть они будут там выслушивать и так далее. Поэтому рекомендую, развивайте энергетику, чтобы не ушами слышать, а с точки зрения энергии сканировать человека. Тогда сэкономите кучу времени сразу же. Причем у нас даже такие прецеденты были. Уезжаем с ребятами куда-то. Соответственно, клуб оставляем на кого-то. Обязательно, сколько раз-то, обязательно у них какая-то проблема в клубе случится. Причем то с соседями, то раз пришел там драться какой-то, прям вот на тренировку какой-то сосед пришел драться. Сосед из дома, я имею в виду. Жесть полная. Но это вот именно проблема того преподавателя, кто в зале в этот момент находится. Такая как бы энергия притягивается. Соответственно, вернемся к друзьям. Рекомендую дружить йогам. Очень классные взаимоотношения. Я вообще не представляю, как иначе можно дружить. Потому что интересно другие. Ты мне, я тебе. А у йогов единственная форма, когда никому друг от друга ничего не надо. То есть вообще прекрасно. Вместе двигаемся к развитию. Прекрасно. Или если помогаем, то мы делаем что-то вместе. И, соответственно, вместе двигаемся. Великолепные отношения, хорошие. Общий интерес. Совершенно верно. Субтитры создавал DimaTorzok